На сцене казаки, в зале русские татары-буряты, на стенах застывшие мгновения жизни дикой природы и люди, разнообразные, непохожие. Самая красивая страна – это передвижная выставка русского географического общества, которая кочует уже несколько лет по всему миру. Сейчас она гостит в галерею «Универсу» Малтайского госуниверситета. Конкурс проходит уже более пяти лет. И за это время в конкурсе успело поучаствовать более 700 тысяч человек. И самые лучшие работы, работы победителей, они путешествуют по всему миру. Значительная часть фотографий сделана в Сибири. Это не случайно. Она занимает больше 70% площади России. Организаторы говорят, сами сибиряки чаще всего и не подозревают, насколько богата их земля разнообразием пейзажей, народностей, традиций. К примеру, одни и те же народы, проживающие в разных концах России, разработали свой язык костюма и, в частности, особый фасон головных уборов, чтобы отличаться друг от друга. Обычные татары носят и тюбетейки тоже. Но это в центральной части России, в тюбетейках, их уже знают, что это татары. А нас уже в Сибири. Если мы оденем тюбетейки, будут думать, что мы другой национальности. И чтобы нас отличали, что мы настоящие татары, и вот для нас вот такой головной убор сшиты. Апостасово, вы стоите для нас, и я даю. Эльчина, козыгян, 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 козыгян. Факультет искусства и дизайна Алтайского госуниверситета представил особую коллекцию костюмов, основанную на монгольских свадебных нарядах. Авторы пояснили, что костюмы воплощают понимание того, как устроена вселенная. Обувь, нижний мир, головной убор отвечает за связь с миром верхним, священным, а в центре этого всего человек. Субтитры создавал DimaTorzok Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком